В минувшие выходные у наших соседей в Челябинске приключился государственный переворот с иностранным участием в форме ДТП. Сугубо государственный УАЗик в полицейской раскраске сделал уши после того, как его коварно подбила вроде маленькая Шкода Фабия. Повстречались они субботним вечером на северо-западе города около четырех часов. Иностранка подъехала по улице Чичерина, иностранных дел наркома номер один, а внутренних дел внедорожник летел по улице казачьих красных командиров братьев Кошириных. Именно летел. Торопился с мигающей люстрой и с сиреной, поэтому на перекрестке пробирался под красный. Красный панелевоз справа его ярко выраженно пропустил, и, убедившись в этом, УАЗик поехал дальше, а вот дальше на сцену, на перекресток, то бишь, выехала та самая Фабия, для пилота которой осталась загадка, с чего это вдруг грузовик в соседнем ряду под зеленый вроде дернулся, но встал. Только через секунду он въехал в разгадку, в ее правое заднее колесо. От этого короткобазный и с высоко поставленным центром тяжести служивый коробок качнулся пару раз и лег на бочок. Первым на выручку полицейским метнулись водитель и пассажир как раз из Шкоды. Довольно быстро выяснилось, что никто в результате резкой смены плоскостей движения не пострадал, а через еще некоторое время пожарные, оставшиеся без дела в смысле не потребовавшегося заливания чего-либо, все ж поработали ликвидаторами переворота, вернув в рабочее положение авто представителей власти. В Челябинском областном полицейском главке уверенно подтвердили, что экипаж этого УАЗика под Красный ехал по веской причине и по правилам. Маячки работали, сирена ревела и следовали они куда-то по заявке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова